модификация пробуя 5 без дубля сделал дырки поменьше и чуть чуть повыше но очень тесные специально чтобы они были прям едва-едва вставлялись вот и теперь эти это на 3 миллиметра выше чем ноги а главное что она не очень легко нет нет свободы в этих спицах все полный зашибись берем пустой ковшик это не ставим саде ширину специально под этот коврик подков померил чтобы он может был за пустой ставите не бояться что он кельнется то есть ставится он только вот так чтобы он вот так ставился нужно поперечная палочка а нафиг она не нужна нам достаточно и так вот она закрыта вот регулировка вот в эту сторону а4 еще поперек да нафиг не надо нафиг не надо так а теперь для кружки типа совсем light вариант если все делать в кружке то кружка кружка для кружки надо делать уже куча дырочек поэтому а вдруг подойдет сразу интересно нет ничего не пойдет следующее 2 подойдут вот они две ближние сейчас их тоже перестерлить надо будет на повыше ну да такой light вариант но для кружки уже понятно что если ставим кружку или нужна комфорта который я сегодня привезу из сплава полный зашибись кстати ни разу никогда не кипятил в этой кружке воды купил как сувенир на розы хуторе и не пользовал а тут надо повыше все таки не получается такое пониже а надо сначала зажигать а потом интересно за эти ручки можно будет взяться потом время а и спицы то не подходят они начинают гнуться о я собак пары то эти спицы начинают гнуться сейчас это все на суду навернется ну и как бы замечательный опыт вон видно что она гнется да да за ручки уже не возьмешь тебе не специальная штучка ну-то тонкие все кипит прошло две с половиной минуты так сухой остаток все расстояния нормальные но но терзают смутные сомнения по поводу вот этой вот палочки она должна быть какая-то более более но это вопрос людям металловедом кстати интересно велосипедные спицы выдержит такое так ладно раз такое дело надо пробовать и на большой кастрюльке что там за засада у нас получается на большой кастрюльке сейчас большая смысле большая маленькая большая оперативная я за залитый работать не хочет и так теперь берем ты зачем выскочил все-таки нужно зажимы фиксаторы так не очень интересного самого статьи так берем стандартный стандартное количество 350 на кофе или как засекаю время эти там был за две с половиной минут там было тогда что тут будет с уже пытаются гнуться вот видно что она прогнулась не айс это интересно получится такой китайский вариант то есть типа мы сделали из фиговой проволочки не подставки они такие выдержит стараются кряхтят но выдерживают а вот хрен его знает товарищ майор не экономный режим не экономный режим Три минуты. Кипит 3,20. Итого 3,20. Проволочка погнулась, но держит. То есть она вот так будет гнуться и держать. Причем это все будет обратно падать на горелку. Вопрос. А если выше будет держаться? Ладно, узнаем в следующих опытов. Добрый ветер снова. Если сказал А, говори Б. Вчера было закончено на том, что вот эта ветрозащита, чуть-чуть низковатая, наверное, да. Но в варианте с вот этим ковшиком, моим удобным ковшиком под 0,5, вполне себе меня устраивает с точки зрения решения проблемы устойчивости. Вот с этими вот проволочками. Но поскольку была еще заказана одна штуковина на вилл в Сберее, и еще там от сплава была подставочка, то я, соответственно, и то и другое сегодня забрал. Значит, первый объект, а, ну да, вот она, горячая она еще у меня. Я ее только что испытывал, потом расскажу, как и чего. Под трехрожковую горелку оказалось, что вот квадратная вот такая вот подставочка вполне себе удачно ложится. Она вот этими же лобками ложится на одну из лапок, и здесь стоит вот на двух. Не ерзает особенно, чуть-чуть наклонена, ну и хрен бы с ним, но с точки зрения эквилибристики устойчивости здесь все сильно интереснее. То есть вот даже вот то самое положение, которое было раньше неустойчивым, вот в данном случае оно устойчивое. Физика как-то протестует против этого, но вот практика вот она. С водой еще устойчивее, это понятно. То есть эта штука вполне себе работает, и в отсутствие ветрозащиты ее будет, мне кажется, достаточно, чтобы решить мои тараканы по поводу устойчивости. То есть вот она прям вот вставишь, вставь, как не хочу, и все ставится замечательно. Можно полегче и без крышки. Вот нет этого вот, ковыркания такого, прям вот чтобы прям, я чувствовал, что оно ковыркается. Вот. Теперь, а поскольку я еще ездил сегодня в сплав, и мне посоветовали под трехрожковую дарелку, ихнюю, правда, специальную там вареную их системы, я ее таки там купил. Вот она. Ну, впрямую она не села, пришлось ее немножко проточить. Кстати, сделана из хорошего материала, из которой и надфилем, и напильником точится просто вот от работы полчаса. И она спокойно себе встала мне на эту горелку. Вот она. Она не закреплена, но с ней тоже как бы вопрос неудобно поставить, вполне себе решается. И вроде бы все зашибись, но как бы надо же испытать. И я испытал. Первым делом, когда я сделал, когда большой газ, я понял, что здесь вот получается что? Очень плотное прилегание кастрюльки, вот сюда. И получается, что газ обратно вырывается наружу, и горит как-то все вот так вот. И понятно, что это неэффективно. И эта штука рассчитана под какую-то другую горительную систему, где вот здесь вот кастрюлечка чуть-чуть приподнимается. У меня такого нет. То есть это для слабого горения, или надо просто будет попробовать на слабом огне, в режиме экономии газа. Ну, собственно, почему и нет. Но там еще другой момент случился. Когда вот это вот так полностью закрыто, и вот так вот оно стоит, и я не включал вытяжку, я почувствовал запах недогоревшего то ли угарного газа, то ли чего-то, то есть такой плохой запах, которого не бывает. И которого мы боимся там в палатке под тентом. А поскольку я под тентом регулярно даже греюсь и ем, то мне это не устраивает ни разу. То есть эта штука в палатке вот в таком варианте, я бы даже ее не стал использовать. Вот. Только на улице. По удобству она, по мне, так сравнима вот с этой вот железкой. Я имею в виду без ведрозащиты, вот так вот. То есть вот положите вот это поставить, что-то, ну да, чуть-чуть кувыркается, правда, да. Надо понимать, как ставить надо по-другому, чуть-чуть по этому. Но все равно это лучше, чем ставить просто на три лапки. Вот. То есть эта подставка и эта подставка в палатке выигрывает вот эта. И она компактна в ноль, потому что ну что, она там никого не занимает. На улице, ну и при неторопливой готовке, чтобы не торопиться, здесь надо будет делать маленький газ, эта штука, ну чуть-чуть удобнее, так скажем там, условно, если это удобно на 8 баллов, то это удобно на 9 баллов. На 10 баллов было бы шикарно, если бы вот эта штука была бы тут намертво закреплена. Вот это тогда на 10 баллов. Вот. Но интересно было еще сравнить по эффективности. Потому что явно тут вот как бы очень какие-то другие процессы горения должны происходить, потому что она, это горел, эта накладочка перекрывает пламя по-своему, это в общем-то тоже. Ну и я взял, сделал, поставил одно пламя там вот. Вот такой вот один режим, турбо я бы его назвал. И вот на этом турбо режиме, дома баллон теплый, то есть никаких термических экспериментов с температурой на улице нет. Я с повторениями сделал 3 эксперимента на вот этой кастрюльке. Значит, эта кастрюлька 300, я наливал в нее 350 грамм, диаметр у нее, по-моему, 9. Так вот, самое быстрое нагреваемое пламя получилось из вот, естественно, из нормального серийного готового вот этого девайса. Потому что все нормально обтекает газом. И это дело закипает за 2 минуты 15 секунд. Ну, примерно, плюс-минус там я мог отвлечься. Ну, за плюс-минус 10 секунд отвечаю уж точно. Второе место в скорости получила вот эта железка. Но с отрывом уже 2.40, то есть 25 секунд от 2 минут 15, плюс 25 секунд от чистого варианта. Вот эта, значит, грела ту же самую мою кастрюльку, вот эту, с теми же 350 грамм воды, 2 минуты 40 секунд. Ну, и как следовало ожидать, глядя на эту конструкцию, вот эта штуковина грела воду еще дольше, на том же режиме, 3 минуты 20 секунд. Получается, чисто для себя я лично делаю вывод, что мне под эту кастрюльку, мне, вот эта штука, я могу без нее обойтись, или придумаю, как ее потом переделают. То есть я ее откладываю в сторону на будущий эксперимент. Это неинтересно. Под эту кастрюльку в режиме жесткой экономии газа придется просто аккуратно ставиться и следить, как поставить кастрюльку. Но это редко у меня бывает, чтобы вот прям вот газ был лимитирован, то есть практически не бывает. И тадам-тадам побеждает вот эта железка, которая позволяет сделать некую плоскость, чуть-чуть кривую, ну и хрен бы с ним, и на ней достаточно спокойно, вот это все, не надо ловить вот эти 3 шильдика, 3 лапки. Это под кастрюльку. Ну, естественно, что для того, чтобы делать какой-нибудь кофе на лыжах и даже заваривать какую-нибудь быстро кашу, достаточно вот такой вот маленькой кружки. Кружка на 250, наливал я сюда 230 грамм. Сама по себе она на эти лапки ставится вот так замечательно. И время закипания здесь у меня получилось 3 минуты 20 секунд. 3 минуты 20 секунд, 230 грамм воды, налитой в 250-граммовую кружку, вот в таком, естественно, на том же самом пламени. Второе место поделили, как ни странно между собой, вот эти две горелки. 3 минуты 35 секунд, чуть-чуть на 15 секунд дольше, и это не принципиально, я так понимаю, и вот это. Почему этот в таком режиме с такой скоростью нагрело, я не очень понял. Тут вид был странный, пламя было во все стороны, тут как бы вот такой факел был, кружка не облегалась газом, но тем не менее, я это сделал два раза, сам себе не поверил, с первого раза сделал два раза. Получается, что если я хожу на лыжах, или просто вот я жестко делаю вот эту кружку, мне вот этих вот ножек вполне себе хватает, потому что тут для кружки очень много нормального места. И вот эта подставка мне для кружки тоже не нужна, хотя она тоже, тут нет, тут она не встанет, тут надо все-таки раскрываться. Хотя и сюда она тоже ставится, гораздо свободнее, то есть в принципе вот эта штука ничего не весящая, она подойдет и для кружки. Ну, чуть-чуть дольше закипать, несущественно. Собственно, вот так. Главный итог сегодняшнего дня, как бы я для себя понимаю так, что если я беру кастрюльку и вот эту штуку, не дай боже это дело брать с собой в палатку, потому что чувствуется явный угар. А чем это кончается, понятно чем. Вот. То есть я себе оставляю вот эту квадратную подставочку, и использую с ней либо кружку, либо свой любимый котелок. А эта штука уходит в сторону на какие-нибудь дальнейшие опыты. Вот так. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok